утрейшего и мокрейшего всем 30 мая не знаю что за погода мы спим с печкой 7 градусов за бортом корабля честно сказать даже вокруг машины обходить не хотелось так быстренько бежали без камеры такая мерзость на улице полнейшие у нас новоселова да вот можно сказать только в красноярский край заехали с хакасии поворот вот как раз начинск сейчас уходим туда первый раз будем ехать этой дорогой не доводилось еще там ездить сначала не доезжай километров 7 наверно стали заехали там тоже не кафе не работает ничего общенького нет переехали сюда тут хоть две заправки я так понял мы тут тоже глубоком одиночестве нормально спокойно ночь прошла мы едем дальше утаунить красноярс налево бока направо а чипска прямо и проложить удачи скота тут 200 километров то всего вчера уже темнеть начало дорога новая никто пока никуда не гонит пока загрузки нет сегодня суббота ехать по ночи по новой дороге посчитали просто неразумным поедем посмотрим днем чё тут интересно может там впереди распогодится какие контрасты в погоде вчера такой день был вообще просто вот так просто сказка сегодня на тебе получи деревня трактор послезавтра лето пусть все с автономкой спим наверно только одну ночь ночевали без автономки что рулим дальше сегодня не знаю по планам как до новосиба хотя бы так бежать а может быть что-то скажут может остановят что если не остановить завтрак вечером мы будем на урале а там еще два дня и в москве пустыми не вариант двигаем смотрим что тут интересного по этой трассе мы ушли сейчас на ужур а с ужура потом свернем на ачинск есть прямая дорога на мариинск сказали что там чуть 60 километров кровейки пару хороших подъемов такую погоду то еще и пустыми что-то не хочется кровейку лезть поэтому поедем через зачистки в ачинске на трассу выйдем и уже все там по физралке как белые люди за все и на все красиво и все зелененькое чтобы заморозков не было чтобы не позамерзала ничего ничему не удивишься в этом году что-то с погодой происходит вообще непонятно ту же сибирь колбасит не по-детски то плюс 30 на следующий день плюс 7 двигаемся двигаемся запад на запад ближе к дому каждым метром километром наверно какие-то фермеры частники а может быть хозяйственник в прошлой деревне такая животно-отческий комплекс большой здесь видно вообще новый все движняк идет коровенки бегают машинки шныряют трактора карелина у нас сразу видны и дома сразу ухожены здесь зарплата есть на америке заехал да все на бережку отдыхает выходные красавчик чего только что погода спорти вас хорошая площадочка чистенько довольно таки не асфальтированная вообще красота на берегу речки что за реку переехали так и не пойм что-то с этой стороны есть но не видать полна водная она когда разливается хорошо вот эти вот луга подтапливает правильно вот заводи какие по оставались ну вроде дождь у нас прекратился сматываемся мы от него пока так более-менее туда равнинно все-таки все горы наверно вот уже у нас там позади может еще все впереди посмотрим пустому как бы не страшно но за что-то как-то пора мне не соскучились скорее уже за новосиб зайти там новосибирск омск выйти восемьдесят пять круиз и катись от тоски изнывай со скуки уже урб еще 760 год довольно таки древный моя дорога началась сразу обычно наоборот в городах дороги нет а здесь как-то что-то вот как свернули дорога хорошая была а потом почему-то куда-то она кончилась пустому едешь только подпрыгиваешь на этом сиденье сильно не разгонишься вообще красноярск нефтепродукт на ней сегодня так душу красноярск-качинск-назарово направо так тут у жура катал смотрится к технике новый хорошо профинансировали посмотреть сколько их новенькие все смотрел комбайн и эти всякие джиндиры все на вью или это продается она вряд ли кому здесь продавать скорее всего вот их пригнали нагнали техники тонарчики новое совкос искра национальное общество а у какой лицик ну тормоза есть надеюсь есть вроде звыр жур у нас стороне остался может здесь на назарова будет получше да точно надо было и нам может быть уже поздно поздно заметили может сюда дальше на назарова да начинск будет получше потому что там ну вот чуть уж потряхивает разбитая разбитая там практически вся не зря в ужуре столько техники стояло вот сколько уже от ужур отъехали метров с 30 наверно все вот поля 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 спаханные засеянные все ухоженные вообще бескрайние поля сельскохозяйственные такой райончик получается поэтому уже в Назаровский район зашли но все равно и до него все все в полях и здесь сплошные поля не везде сельское хозяйство похерено оказывается кто хочет тот работает пашет, сеет, убирает какая красота все аккуратненько в Германии даже на въезде в Назаровский район шильда стояла, телефон дорожной службы написан был что я такого не встречал еще типа будут проблемы, звоните, мы поможем но сам факт что был написан сотовый и городской там где есть хозяин там порядок красота, чистота и работа есть все есть это у нас Назарова что тут интересного знаменитого Назарова не знаю сейчас посмотрим держитесь, проверим пузовикам налево нельзя ну ладно не очень-то не говорит очередные развалины тоже наверное где-то там пару сотен лет назад основа не знаю точно сейчас не знаю загугли? да это же не искал стяжелся где-то начался тэц вижу 1700 год 1700 год ого тоже такой серьезный возраст тоже наверное что-то нашли ну что тут взять вот основать город а вон наверное то что нашли до сих пор дымит впереди где-то что-то роют скорее всего уже 60 уже 50 ямки впереди вы пишете допустим скорость убавятся оба голоса тут тоже наверное так как такового города ты не зацепил шна сказала помахать городу ручкой помахал метра че чем то связано город основал пама падет в линии супруги WE Modern парру про понимаем времена правда 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 туда куда-то туда далеко вот по чьей линии по мужской или по женской ой я точно не помню это надо у нее спрашивать она там нашли в принципе не сильно-то и важно на что основал знаменитая династия по идее должна быть отсюда ну так родственников по всей россии разъехали спать ерунда дорогами конечно не очень дальше сюда после ужура в общем-то все хорошо начинка 32 Чем-то за режим пацаны рваются Вон машинка Вот они, кто ругается и едет Опять с промзоной какой-то обойдем город Все как всегда Скорость налички заплачиваете, да? Да, да, да Да, блядь, он пиздит Я у мужиков уже там спрошу Была машина, нет? Была, была Я там лично выгружал Цеплял я, блядь, на кране был Машина подида, которая с металлом в Мариинске стоит там Может быть Окраина Назарова Тут тоже какой-то завод был большой С левой стороны Только руины остались Прямо, наверное, вот эти вот дома Прямо от работников из этого завода Хотя дома жилы и еще Большое какое-то, да, предприятие Смотри, нет, там что-то еще какой-то дымок идет Или это дальше-то? Что-то дальше-то Котельное Котельное, наверное, все развалено Все развалено, да О, колосс какое-то было тут Или это сейчас стало Oму Колосс Или было блин столько предприятий похерили но утро надо звук включать а сам город он тоже чем большой даже девятиэтажки стоят районный центр ну такой видно немаленький насчет у треверс и верс мостик делают мостик река чулым большая вот и ачинск здрасте с другой стороны отсюда еще не доводилось проезжать по этому городу я уже дешевле 49.25 не знаю а а а а а а и скуса хорошая как и с той стороны получается отчинск с поворотом открывается на город тонарчик с 440 еще раз под тонаром я не вижу так даже интересно где мы выполним в каком месте вачинск дорога кончилась яйца выйдут все ямки знаете даже на будущее знать если что куда уходить 800 метров держаться правее так это не но не а не а а а а а Какие нужные уши? О! 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 Тут не разгонишься абсолютно! Началось! Можно выключать. Вот мы на эту дорогу выезжаем. На левую паняшку. А, и я думал, мы уже выездим там. Через 50 метров. Держитесь. Возле того светофора интересного. На следующем повороте резко поверните направо. Да. Наверное, где вот так же, как Хамазик. Понимаете? А он же не налево. А, он налево. А, он налево. Вот тут выезд. Вот туда, получается. Тут уже практически выезд из города. В сторону края. Ясно? Будем знать. Вот мы и на федералке. Через 300 метров. Вот он, этот хитрый светофор. Блин, я б никогда б не подумал, что при горящей стрелке налево, идущим слева будет разрешено движение. Нам же на стрелку поворачивать. На следующем повороте поверните налево. Да, но тут налево, говорю, можно. Когда оттуда, которые едут слева, им тоже можно налево. Вот прикол. И вот сейчас, получается, надо смотреть, чтобы оттуда не было желающих повернуть налево. Оказывается, такая тут система. То ли хитрая, то ли неправильная. Непонятно. Проедите 93 километра. Дожди прошли еще болото. Хризюка. Прижлик. В общем, это все. Аттинцы сходу взяли. Все. Получилось в 3 часа. Если вчера поехали, как думали сначала, только ночью приехали, правильно сделали, что там переночевали. Погнали дальше. Продолжение следует...